Поножовщина. Поножовщина будет прямо сейчас. Наверное, на нее я вас сразу же и переключу, не смею вас долго задерживать. Соответственно, всем приятного просмотра, всем просто зрелище и хлеба. Ну а мы, не знаю, думаю, что большинство игроков зрителей, конечно же, будет поддерживать команду Форза. Ну вот на единиц сейчас больше, единиц сейчас больше. Не знаю, я лично свое предпочтение все так же за Форзов, что они заберут, но могу быть неправ. А то мне просто бывает, пишут после матчей в личку, либо в Директ, либо в ВК. Вот, я тебя послушал, ты оказался неправ, я проиграл все бабки, ты виноват. Мужики и девушки, если есть, не слушайте. Просто это наше мнение, и все. На него опираться не стоит, потому что есть такие люди. Сейчас бы старика слушать в ВК-20. Ой, простите, вырвалось. Старик тебе многое про жизнь может сказать, дядечка. Да, мне это не нужно, прости. Ой, опять вырвалось. Ладно, друзья, отбросим все шутки, так как-то эти карты действительно и... Ну, и та, и другая команда в шаге от гранд-финала, скажем так. Но есть ощущение, что альтернаиты сегодня заберут. И финал. Потому что их перформанс было потрясающе. Я тебя послушал, вернее бабки. Хорошо, возвращаю. Ладно, дорогие друзья, ну что же, команда Форз начинают в защите. Эндпоинт в атаке. Всем еще раз приятного просмотра. Ну и мы начинаем. Что по девайсам? Чешка для Алмазера. Фейскрэк диффуза себе вперед. Так, там еще по 250, по-моему, кто-то перекупил себя. Да, по-моему, этот по 250 для Флита. Джерри с Юспиком. Ну и по гранатам что там? Четыре флешки и два смока у команды Эндпоинт. Два игрока под Тереспой, два игрока попдок. Крушел здесь сразу же добавит информацию, что в упор никого нет. Поэтому, в принципе, с раскидкой можно выйти будет на точку А. Ну, сетап защиты 3 плюс 2. Ну, быстрая перетяжка от Джерри через кон. Это все понятно. Тут дело такое. Закидка полетела. Не понял, действительно выбирать векром атаки базу А. Ну и посмотрим, как будут стреляться. Потому что Ксена на коне отстреливать как можно быстрее. Томас вообще-то в упоре с бомбой. А зачем чекать? Ой-ой-ой-ой. Правильно, правильно. Алмазер делает open-pad. Цурил. Далее Джерри с лестницы тут стреляется. Опасно умирает от Робина. Ну и про ксев коне не стоит забывать. Да, Алмазер тут приходит с чешкой на попдок. Закирает Матимакс. По стрельбе Крушел-Крушел. Где стрельба? Ну, наконец-таки нашел свой минус. Размен от Робина. Ну и Флит. Есть информация по последнему. О, как же Робин жестко отвечает. Последний Флит остается один в один против Робина. И Флит ставит голову шедевральную. 1-0. Форзе забирает первый раунд в пистолетках. И эндпоинты бомбы не поставили. Поэтому Форз под огромным срывом у команды эндпоинт. Ну, то есть, опять же, за атаку на трене играть Форз раунд. Ну, такое. Но все-таки это будет. Форз от команды эндпоинт не отступает от своих затей. А коэффициенты от наших друзей при матче 1-4 на команду Форзе. 2-8 на эндпоинт. Обидители последней карты в БО-3 в целом. Также не забывайте крикать по баннеру по трансляции. Получать бонусы к депозиту от наших друзей при матче. Да, но, опять же, нас спросили, будем ли мы комментировать гранд-финал. Да, дорогие друзья, мы с Андреем также для вас прокомментируем еще следующий матч. Ну, а здесь быстрый выход на базу. Бэ, бум-бум, говорит Алмазер, как из новой песни Бум-бумыча. И это раунд номер два для команды Форзе. Отличная работа. Ну, и потенциальный третий, скорее всего, также уйдет. Банально нет экономики у команды Эндпоинт. И нам показывают очередной раз, как же это было красиво. Много денег, очень много денег Алмазу. Еще бы выжить, конечно, но против Тек-9 не попрешь, как говорится. Без вариков. Видел новый трек Бум-бумыча? Да, да, да. Сыграем горячую картошку. У нас есть четыре штуки есть. Ну, сейчас сыграют парни из команды Эндпоинт. Полетели. Полетели гранаты за дефолт. И пока что две гранаты от своих адресатов не находят. А здесь это у Алмазера уже поджим на нижнюю Б. И здесь контролит Джерри еще своего оппонента. Еще одна граната залетает. Какая же сочная летит. И от Джерри есть минус по Робину. Цирилл выходит на размен. И также погибает Алмаза. Плюс 600 для каждого игрока. У меня уже 1200 для Джерри. 1200 также для Алмазера. Это фарм-клуб команды Форза. И еще плюс 600. И именно 1800 для Джерри в этом раунде. 1200 для Алмаза. 3-0. Ты же мне говоришь, что ты гуманитарий. Что ты так лепишь? Ну, это простые же цифры. Я не умею в уравнении всякие. Икс, Игрик, вот эти вот. Я серьезный. Я тупой. Я пробка. Тупая в этих уравнениях. Серьезно. То есть, чтобы ты понял, по высшей математике у меня 5. Но я не могу в Матан. Друзья, все зафиксировали уровень российского образования. Фиксируйся. Да, я чистый гуманитарий. Да. Первая закупка длинпоинт. 5 калашей, хороший пул гранат. И, в принципе, в принципе, тут Крушеву нужно очень быть осторожным. Да, потому как фармаганов упорить штука очень опасная. Да, опыт был для атаки. Да, 4 на 4 плюс для атаки. Но фарзан все равно. Так, ну, 4 в 4. На самом деле, такой расклад целькуму полностью устраивает. Пока что команда форза. Для эндпоинт тоже пока критичного ничего не прошло, не произошло. Точнее, Алмазер получает здесь урон небольшой из гранаты. Ну, пока смотрим. Выход от команды эндпоинт. Куда? Будет один. Есть игрок на зелени. Это Робин. Который пока что контролирует возможный поджим. Или просто хотя бы найти информацию, что тоже было бы не лишним. Ну и полетела раскидка от него лево-право. Видит пробегающих своих оппонентов. Фейскрэк. Горя в молике находит минус по Робину. Какой же фейскрэк жесткий. Ну и здесь выход на базу А имеется уже от команды эндпоинт. Полетели раскидку. И молики за дефолту. Смоки падают на коннектор. Игрок на девяти. Игрок на между. И первый погибает на девяти. Это фейскрэк за дефолтом. Флит, который ждет аркады со стороны своего оппонента. Бомба ставится под верх-низ. И здесь вот этот хороший смог на между лежит. Который не позволяет широко пикнуть флиту. Но здесь Томас уже в упоре. Томас в упоре. И по Томасу информации вообще нет. Твоя правда. Ну и что? Томас, Томас, Томас. Ну должен опять же делать хотя бы один минус на разворотах-поворотах. Балмазер в итоге пошел под флешку соперника пикать красно. За это дело был наказан. На тормозах также флит делает рефраг. Но время уходит. А времени уже все. Времени нет. Времени нет. И падает и один, и второй. Первый раунд для инпоинт. Да, молодцы, молодцы. Инпоинт. Хорошо свой. Этот раунд первые оружейные разыграли. Могут быть довольны собой. Но здесь опять же деньги есть на полноценный байл у команды Форзе. Будет и снайперская винтовка. И, кстати, возможно даже две. Потому что у флита условно... Да, 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 это две снайперские винтовки. Это хорошо. Очень приятно играть в два века. Но опять же, если какой-то будет быстрый раунд под Б, он может сорваться у команды Форзе. Потому что два ВП хорошо. Но когда против тебя играют быстро, два века не всегда, опять же, да, являются ключом к успеху. Но мы загадывать не будем. Пятый раунд прямо сейчас. По статистике вообще команда Индпоинт берет в районе 60% раундов в защите и 40% в атаке. Поэтому они пока для себя играют на слабой стороне. Опа! Пяточки пляшут. Акси Пауэр не попадает по этим пяточкам. Но пока здесь выход на диагональ. Каналь Флит не успел вовремя среагировать. Но там еще флешка плюс тайминговая прилетела. Молик налево. Ну и Флит, конечно же, сокращает дистанцию. Он знает, что теперь гранат нет у Робина. И Робин здесь один. И у Робина могут быть проблемы. Конечно! Конечно! Куда же-то Робин себя загнал? Джерри смотрит за соткой. Томас также отвращает свой взор на каналку. Но тут... Дело такое! Дело такое! Минус открушила по фейскраку. Алмазер. Опять же смотрит за каналкой. Ну что, будет ли еще один контакт для него? Он два в ряд. Только вот дабл пиком вышло. И Ксений смог сделать шашлык. Тем самым только лишь 3 на 3 сравнивая численность игроков. Да, но здесь еще Сирилл-то прожимает в упор. А, но все-таки не до конца. Не до конца. Понимаешь, что с 5 хп здесь в упоре можно словить какой-нибудь прострел. Ну и пока... 3 в 3 ретейк от команды Форреста. По гранатам все есть. То есть и там у два молика, и смоки, и флешки, и осколочные. Все на месте у команды Форреста. Поэтому здесь гранатами должны поработать на славу. И молик-то залетит сейчас в дефолт. Где сидит как раз-таки у нас игрок с 5 хп. Это Сирилл. Сирилл все-таки эту позицию оставляет. Пока в дымах живет. Но понимаешь, что в дефолт нужно удерживать. Второй игрок находится в районе также нижнего парыча. Вот и граната подлетела. Ну, один в три. Надо смок на бомбу. Все, есть информация по последнему. Смоки будет выходить, но и флит его наказывает за эту агрессию. Ну, другого выхода укрушила. Давайте будем предельно честны друг при другом. И не было. То есть он в любом случае должен был выходить пикать. Иначе там бомба была бы и без этого разлифьюжена. 4-1. Фарзы очень уверенно начинают в защите. Ох, ох, ох. Ну, эта история повторяет, кстати, второй даст, когда в Endpoint действительно не клеится игра с самого начала. Они пытаются, да, причем показывают довольно интересные расклады, делают 3 на 3 расклады, да, и пытаются размениваться. Размениваться и хороший раунд разыгрывать. Да только вот не получается довести до победного конца. Фарзы за это как раз таки и цепляются. И сейчас, даже несмотря на то, что да, счет 4-1, да, экономика слабая. И продолжают закупаться Endpoint, в любой момент все может измениться, но 4-1, и это все-таки трейнг, это страна. Фарзы, ну, если не будут ошибаться, в таком серьезном раскладе могут оставить себя даже при неплохих плюсах. Так, ну что, гранатка сейчас полетит еще от Джерри на зелени, и от этой гранаты кто-то да пострадает. А, нет, граната ударилась в потолок. Неудачно, неудачно. Ну, пока посмотрим. Ситуация следующая. 5-5, Дигл для Сурилла, Галилы 3 АК-47. Нормальный, кстати, его раскидку, причем Endpoint. То есть реально на любую точку, там с любым дилеем, даже с фейком можно переиграть. Пока посмотрим. Пока очень, так скажем, нерезки в своих действиях команды Endpoint. Все медленно, медленно прочекивает. Возможно, еще надеяться на какой-то там лютый прострел там через дымы и так далее. Пока мы с вами видим, что три игрока атаки идут через душевые под базу B, где уже под верхним парочем играет у нас номер 8. Номер 8 это Surreal с деглом. Ну и два опорника на B. Это Алмазер плюс Кси Пауэр. АК-47 и АВП в паре. Алмазер смотрит за каналкой, забирает Surreal, размина от Томаса на 5 же Фрид включается моментально минусом по Робину, но это под А. База пробивает Endpoint, Томас крадется, Томас очень желает убить Парыч, но Парыч может не даться. Да, я ошибаюсь, Томас, Фейскрак делает еще один минус уже 4 на 2, бомба тикает на минус Атксия ставит практически точку в этом раунде, потому что в одиночку Крушула здесь не справится, и это 5-1 Форзы великолепно выходит сухими из воды. Да, мы потеряли только одного Алмаза, то есть по экономике там такой прирост сейчас у команды Форзы, это просто жесть, ну а в это время у команды Endpoint есть некоторые проблемы. С одной стороны денег хватает, чтобы сделать закуп, но правда закуп будет тогда не у всех игроков, поэтому наверное логично с точки зрения перспектив для команды Endpoint сделать наверное байткой полторы там либо две тысячи долларов, чтобы остались деньги на следующий раунд. И да, да, они закупаются до двух тысяч, три остается у Крушула, две триста уже, но на снайперскую винтовку в следующем раунде хватит, там максимальный лос-бонус, поэтому АВП будет для игрока атаки. Ну а Форзы пока чувствуют себя максимально приятно на карте, есть информация о том, что один вышел из сотки, но обратно забежал при этом. Ну, два игрока зелень, третий игрок к ним же подходит с бомбой, смог прилетает на зеленку со стороны Терри Спа, ну и здесь Джерри будет пока что в соло секьюрить позицию диагонали, но и зелени в целом. Ну вот тут, смотри, какое дело, вроде как откидывается хаешка на зелень и по факту инпойнты продолжают стоять на ровном месте. Предполагаю, опять же, сплит под А, насколько я это вижу, хотя в любой момент, конечно, могут свинтиться на линейку и на баньку и вообще-то делать сплит под БН. Но пройти бы хотя бы хоть как-то зелень за смоками пока от Джерри, флит также уходит под тормоза, но позиция шестерки отдается плюс-минус, и вот сейчас флиту в упоре СВП будет крайне непросто, но он забирает мейти-макса, предварительно олпен был от Джерри, фейскрик закрывает Сурилла, ну а Томас, прокравшись под дефолт, видит одного за двадцаткой, Джерри закрывает крушилла и колява для Ксе. 6-1, фарзы легчайшим образом проходятся по этому раунду. Паузу бы взять в команде эндпоинт, это что-то совсем плохие какие-то, что-то кислое эндпоинта, надо поговорить, надо поговорить и решить, что делать на следующий раунд, то есть они пытаются делать дефолтные раскидки, да, то есть контактам где-то выйти тоже не получается, потому что в два АВП, когда у тебя играет команда защиты, ты контактам играть банально не имеешь права, потому что здесь в любом случае АВИК тебе переиграет. А контакт без флешек, точнее уже контакт, не контакт, когда ты выходишь под флешки, то есть контакт не получается, просто выход со смоками не получается, но вот, кстати, ни разу не делали полный засмок планта А, он здесь моликом промазал флит, понимал, что на него уже выходит оппонент, поэтому здесь все-таки такой в тряске, в нервозной, да, что, чтобы его не убили, откинул эту гранату, ну и, к сожалению, промазал ей, отдает молотов игрок атаки на, точнее игрок команды Эдпоэта дал смок на зелень, контроль карты, три опорника на А у команды форза, два опорника на Б, все так же, в классической схеме, смок на нижней парочке, да, это команды Эдпоэнт, и здесь Томас нашел алмазер, отлично, отлично, вот теперь 5 в 4 можно повоевать команды Эдпоэнт. Нужно, нужно, но тут, видишь ли, пошел прокид, все так же с заходу на Б и Джерри на собачке забирать. О, как же хорошо, Ксия прикрывает жереба, потому что тут была стопроцентная смерть, и вроде как Джерри за смоком так же, может и второго отловить, а как не проговорил на Молике, Джерри? Ну, там он не до конца до стены разгорелся, все нормально, Матимак закрывает, кси пара, размен на моментальный от Фейскрэка по Матимаку, это Робина, есть минус по Джерри, Джерри, Фейскрэк живет на Уоле, пока что пытается пересталить игрока на верхней, не получается, Робин и Сюрил против Фейскрэка и Флита, по гранатам, кстати, все очень плохо, у команды Форза здесь реально могут представить на раунд команды Эндпоинт, Молик есть у Робина, он будет откидывать его на дефолт, а смоката нет, а смоката нет, да, диффуза есть у команды Форза на времени все меньше-меньше, Флит закрывает Сюрила, и по последнему игроку есть информация, бомба разминирована не будет, не успевает Флит ее разминировать здесь в любом случае, да, это второй раунд для команды Эндпоинт, Фейскрэк только взорвется, Авик не унесет, 6-2, 6-2, все 10 игроков на карте мертвы, но молодцы Эндпоинт, наконец-таки здесь свой, так скажем, сдвиг по раундам сотворили. Ну, а далее, у Форзов вроде как продолжается вот эта вот краевая закупка, когда денег впритык, но с другой стороны, Флит не скупается и покупает второй Авик, вопросы есть, и с чем связано вообще вот это вот, знаешь, желание Флита отыгрывать с ВП, но я не смотрю за предыдущими матчами Форзов, в смысле как Майдпс? На трейне он всегда старый Майдп играет, ну практически всегда. Он его стал покупать слишком часто, и на Инферно, и на втором Дайсте, старая снайперская винтовка. Ну, я просто к этому, что изменения какие-то все-таки есть, ну а пока по выходу куда Форзы 3 на 3. Ой, Серил, минус еще и по Джерри. Ой, Кси Пауэр, два досаднейших промаха, и за зеленого игрок сейчас его, по идее, закроет. Ну, Крушел должен выходить по таймингу. Здесь пока что живет, живет еще Алмазер на коннекторе, по ним есть информация, и Крушел его здесь закрывает. На стрейфе хотел Алмаз его прочекать, но не ожидал, что так настойчив Крушел будет. Это 6-3, два подряд для атаки. Вот это уже приятно. Но деньги, кстати, есть, но не у всех. Не у всех у команды Форс. Что придумают? Возможно, паузу поговорить, несколько остудить пыл команды Интпоинт, проанализировать, что они делают. Но нет, это все-таки Форс Бай. Форс Бай. Нова для Фейскрека. Нова-нова. Ну, и для Алмазера ЦЗХ, два ВП, все так же, и Джерри с кольтом. Два века, это сильное заявление. Два века, это сильное заявление, и продолжает, в общем-то, Форзе поддерживать. Сей расклад. Есть минус от Сурила. Джерри падает. Фулмазер закрывает. Мэйти Макс Алмаз делает два кило ЦЗ. Так близко, но и также Фейскрек делает свои рефраги. Хорош. Фейскрек просто за дробовика удалил Томаса, но, опять же, очень скользкий раунд для Форзов. Если бы не Алмазер, то дефолт выбивать было бы нечем, если так подумать. Ребята, уважаемый чатик, давайте не будем спойлерить. А иначе просто бам, бум, и все, и вы больше не пишете в чате. И даете нормальным людям смотреть нормальный стрим. А мы даем посмотреть на коэффициенты от наших друзей. Приматч 1.28 на Форз и 3.45 на Инпоинт. Соответственно, пока тайм-аут для Форзов. Ну, выглядит, опять же, довольно актуально, потому что счет, да, такой вот. Но при этом постоянно Инпоинт пытается вставлять палки в колеса. Это сильно. Так, ну что? Пока Форзы чувствуют себя максимально комфортно. Ну и что здесь по деньгам? По деньгам. Финансы, как говорится, поют романсы у команды Инпоинт. Скорее всего, у команды Форз будет отличная возможность зацепиться за 8. Прямо сейчас выиграть первую половину, а дальше только наращивать свои преимущества. Перед тем, как выйдет на сторону атаки. Но там уже альтернативы такие, блин. Смотрит первую карту, говорит, ладно, нет, давай лучше нам Форзов. Смотрит вторую карту, нет, может, лучше нам Инпоинтов. На третьей сейчас такие думают, блин, нет, давай все-таки обратно Инпоинтов нам. Непонятно, кого лучше? Сложно, да. Ну, пока пистолеты с арморами только лишим меньшинства. И снова попытка как-то от каналки сыграть в направлении базы Бэуинтпоинт. Мейтимакс так вообще подходит в упор к сэндвичу. И продается бумсайт. Не знаю, почему повелись ворвать туда, но тут есть алмазер, который, конечно же, великолепно отрабатывает. Три килла, против фэка, все дела. Ну, дали поставить бомбу справедливости ради. И для атаки хоть какая, но плюс экономика. Ну и два минуса в итоге нашли бомба, плюс два фрага, хорошо. Для защиты это все равно критично. Денег там не так много. То есть выиграл в следующий раунду команда Инпоинт, появляется возможность выиграть раунд за два. Ну и пока бегают по бэпленту, команда Форзов собирает все ютилити. Но восьмой у них уже есть первая половина за Форзами. 8-3. Остается всего четыре раунда в рамках первой половины. И, конечно, Инпоинтам нужно, ну, хотя бы выходить на 9-6. На 9-6. А если больше, то кажется, что будут проблемы. А причем большие. 10-5. Форзы сегодня смотрятся увереннее обычного, я бы так сказал. Даже с учетом первой карты. Что-то типа того. Что-то типа того. Ну, по ходу игры, видимо, разогрелись. И это радует. Отчасти. Но Инпоинт, как дошли до трейна, это, в общем-то, уже вопрос вторичного характера. Очередные баи продолжаются. История. Фейс, как занимает сэндвич. Инпоинтах вообще перестали играть где-то глубоко, да. Больше играют вместе. Кстати, от Инпоинтов очень мало быстрых раундов. Это, кстати, один из немногих первых. Это на них не похоже. Вот из-за того, что Майти Макс ошибся по стрельбе, он в итоге потерял тиммейта. Но зато нашел два минуса на девятке и на позицию Олафа. А в спин-то уже летит. Ой, увидел пяточку Джерри. Ой, увидел пяточку Джерри. Ну и теперь можно проконтролить, на самом деле, первый и второй. Сейчас можно еще и на голову залезть. Так, первый минус. Опа, второй минус Джерри. Красиво. Ну и там за дефолтом имеется игрок. Так, это Томас с 30 хп и в коннекторе Майти Макс тоже с полтинником. По хп все очень плохо у команды Эндпоинт. Можно как-то теперь удерживать бомбу. Как? Вообще непонятно, не имея смоков. Так, а вот так вот показывает Майти Макс неплохо. Флит выходит на зелень. Опа, за старым платом от флита есть размен, но времени очень мало. Куда ты? Если бы Майти Макс сейчас погибал, это такой лютый тильт был бы для команды Эндпоинт. Просто жесть. Ну а так все-таки 8-4. 2 в 3 потащили парни красавца. Думаешь, был бы тильт? Я что-то сомневаюсь. По-хорошему, тут ребята уже вышли из положения. Были 3 на 2. И то, что сейчас сделал квадрокилл этот молодой человек, это большое-большое достижение. Да и 4-й раунд, то есть Дейнпоинт сейчас каждый, каждый раунд, каждый поинт на вес золота. Чем больше, тем лучше. Ну и закуп в ноле у команды Форза. Посмотрим по гранатам. Кстати, не так всего много. Кастомные пистолеты, 2 кольта плюс снайперская винтовка. Макси Пауэр сразу же идет искать эту стартовую информацию. Против Робина он здесь толкнется на зелени. С огромной долей вероятности. Но Робин здесь просто сидит в кармане и ждет. Опа, дождался. Там бомба на респе, пацаны! А бомбу-то увидели? Бомбу-то увидели, по-моему. Забрал, забрал, забрал. Информация есть теперь у команды Форза. Там заход на Б, и Алмазера снова оставляет в одиночку с ЦЗ-шкой. Ну, Алмаз. Пресс-Ф за Алмаза, друзья. Одного заберет. Второго сможет, нет? ХП умирает, все. По разменам, конечно, атак снова 3 на 2. Но вот если Куршелу сейчас сделают 2 на 2, то будет попроще. Он забирает как раз-таки Фейс с Кракасавиком. И вот теперь все совсем по-другому, потому что позиция Томаса вроде как не контрится, если хорошо, опять же, здесь стоять. Джерри также со своей стороны, в свою очередь, не открывается вообще. Но только сейчас начинает. Да, пропик Томас снова, вот уже дважды, наверное, ошибается в упоре этого спота. Ну и Куршелу 1 в 2. Есть попадание по Джерри, но теперь у Флиты есть полное понимание, где находится его оппонент. Ну и Флит здесь его, конечно же, переигрывает. 9-4. Команда Фореза берет все-таки важнейший раунд для себя и выходит минимум на 9-6 по итогам первой половины. А возможно, даже и больше. То есть могут в теории даже выйти на 11-4. Но, правда, это пока что слабо представляется возможным. Но что по деньгам интересно будет после этого раунда команда Endpoint. То есть там стрик максимально сбит, понятное дело, но какая-то доля там насыпает денежек. Наверное, ну, кстати, честно говоря, я бы здесь, наверное, даже забавился с Галилами, Авиком и двумя калашами. То есть я бы так сыграл. Ну, твоя правда, как и правда наших друзей при матче. 1-2 же сейчас, правильный коэффициент на Форзов. А то я закинул, у меня опять обновилось. Да-да-да, 1-28 на Форзе от наших друзей из при матче и 3-45 на команду Endpoint. Вот так вот, да, действительно, пока отработка есть. Ну, тайм-аут. Тайм-аут, причем не для команды Endpoint. Да, Форзу уже, по-моему, все возможные тайм-ауты потратили. Там один где-то плюс-минус остается. Но если закроют десятку, а что еще, наверное, даже лучше для болельщиков этой команды и для самой команды Форзе, если закроют 11, то, возможно, эта пауза даже и не пригодится. Хотя, кто знает, кто знает. Не, ну, паузы всегда нужны. Тут как бы не в этом дело. Ну, ладно. Endpoint. Давайте, забирайте все, что есть. Вам нужно, ну, хотя бы 5 раундов. Ладно, не 6, но 5. Хоть как-то где-то, чтобы в случае проигранной пистолетки еще были шансы развернуться. Ну, ладно, смотрим. Здесь снайперская винтовка открушила, будет контролить выход. О, вот это прилетело в лицо, но, опять же, взрыв смачный. А, 4 хп всего лишь снимает. И причем там без армора все это дело было, понимаешь? То есть, залететь и для граната чуть глубже, то открушила не осталось бы ничего, а в итоге-то он еще и пираминус находит. Так, на зелени. Сипауэр находит размен, Робин не успевает дать свой... О, куда? Куда? Ксипауэр! Вот это обида! Крушел минус по Аджири. И еще, ой-ой-ой-ой, у фарзов трублисы. Причем большие трублисы. Как их решить, пока непонятно. Тут разве что фейскрек может как-то в инициативе... Ой-ой-ой. Я бы здесь услышал. Опять же, если они забирают этот раунд, экономики не будет. И, вероятно, реально просто эндпоинт проведут хорошую классическую первую половину. Алмаз. Минус по Майдзе ситуация. И 4 в 2 превращается 2 в 2 уже. Но там Сырил, какой наглый. Какой же чертяга наглый. А, хорошо. И с Крушелом ставят точку в этом раунде. 9-5. И на последний раунд, посмотрите, сколько денег у команды Форзе. Полторы, полторы, полторы. Две сто, две семьсот. Но это жестко. И будет забавно. И будет забавно, если эндпоинт такой раунд отдадут. Ну, типа... Потеешь, стараешься и проигрываешь деглам. Но, опять же, этот раунд еще надо посмотреть. Скаут, кстати, для Кси Пауэра. Нового. Снова для Фейскрека. Две флешки. Три флешки на команду Форзов на этот раунд. Тяжело. Очень тяжело. Учитывая, опять же, последние тенденции раундов. Где эндпоинт зачастую справляется с любым давлением со стороны защиты. Но вот Ксея давление оказывает стабильное тоже. И справляется также со снайпером команды эндпоинт. Но в остальном... Мэти Макса кто-то не досмотрел. Оп! Небольшое упущение со стороны игрока команды эндпоинт по стрельбе. Мэти Макс. Ой, но тут нового никак не достало. Ну да. Но здесь флит теперь остается с 5-7 в упоре под верхний B. Играет он здесь вместе с Джерри. ЦЗ и 5-7. Крайне опасный пистолет. Мэти Макс минус Покси Пауэр. Опа! А вот 5-7 плохо отрабатывает. И флита здесь могут не отпустить. Нет, отпускает. Кстати, в это время Алмаз находит минус потом. За размин от Робина по Алмазеру неплохо запустая база А. И они просто заходят. На плейнт вообще никого нет здесь. Даже близко. И... Да. Так, ХАЕ. Интересно. Филит пытается не палиться, но опять же, по-моему, у него шансов здесь очень мало. Но если с Риелтор, допустим... Нет, мало шансов. Уносите. Уносите. Но в любом случае, 6 раундов от команды Endpoint в атаке. Это вроде и не супер круто, да? Но и неплохо. То есть могло быть хуже. Могло быть хуже. Два раунда подряд они в конце забрали в атаке. И это не может их не радовать. Ну что, дорогие друзья. Фарзы или же команда Endpoint? Нельзя в пижамах. Вообще, в финале хотелось бы увидеть фарзов. Лично мое мнение. То есть вы можете там поставить ставки свои и так далее. Но мне кажется, что видеть в финале команды ССНГ, конечно, приятнее. Можно так болеть за одну команду. Сейчас кто-то скажет Na'Vi в финале, понимаешь? Но Na'Vi всегда в финале. Это априори. Это железобетон. Это же B. Как говорят сейчас. Это же B. Это А. Можно типа железобетон. Да я понял. Ну и статистика наша с вами в экранах. Алмазеров. Фраг-лидер вообще на сервере, в принципе. Ну, Алмаз Минферно провел довольно боевой на трейне. Очень часто спасал положение. Так что достоин. Достоин. Какие же кринжовые кастерс. Марфинайт написал. Ты знаешь, как типа Герман, Данила, просто кринжовый был. Кринжовые кастерс. Это, конечно, да. Ладно. С такого даже не обидно, если честно. Подожди, он написал реально на русском типа кринжовый и кастерс на английском. Не, ну это не просто написал кастерс по-русски, но я так прочитал. Ладно. Помогу помочь наверстать этот небольшой отрыв форзов. Да и в принципе, смотрим мы на все происходящее и понимаем, что форзов где-то может, может действительно не хватить этого запала. Я до сих пор вспоминаю Инферно, какие крутые раунды они выигрывали и как. Ну ладно. Не будем на грустном. Ну и заход под базу Б. Сурил вместе с тиммейтом, вместе с Томасом прикрывает направление. Прокидывается смок на упор. И Сурил собирает одного. Были бы патроны побольше, ну патроны побольше, еще бы и второго смоки забрал. Ой, 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 как больно, 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 больно. Ну флиск все ответили двумя фрагами, но опять же там 11 и 5 хп на двоих это маловато, если честно. Хотя по головам, опа! Так, ситуация 2 в 2 уже становится. Вот это уже не шутки для команды Endpoint, парни. Вы были там 5-2 на какое-то там количество времени. Бобу еще поставили команду Форда, что для них как минимум уже неплохо. Оу, если бы сейчас еще залетела Бобула. А куда летит вообще? Что происходит? Ну куда-то что-то летит. Почему ЮСПы бракованные? Куда они стреляют? Ну куда, в смысле? Жестко. Ну слушай, если бы сейчас проиграли Endpoint на пистолетку, то можно было бы сразу заканчивать карту. Потому что она 5 в 2 на пистолетке. Причем когда очень битые игроки у команды, просто это максимально обидно. Но тем временем коэффициенты от наших друзей при матче 1,75 на Форс и 2,01 на Endpoint. Я просто к чему вот сейчас вот весь раунд смотрел за пистолеткой, да, и видел довольно странную вещь. Но 5 и 10 хп ЮСП вообще не попадает под таким целям. Это что-то слишком странно. Причем не реагает хорошо, в просвете не поймали. А потом, как вообще Ксежилл столько за Ойлом? Как? Так, ну что, здесь 2 Галила, 2 Калаша. Плюс так 9 для Джерри. Вармуры на месте, все на месте. Гранат, правда, не очень много у команды. Но выход просто контактом на точку Б. Почему бы и нет? Есть попадание от Майти Макса по Джерри. Ну и Джерри здесь на самом деле будет чувствовать себя максимально некомфортно. Хотя пока... Вот гранатка, гранатка летит, и Джерри спасается. Бег сам от нее. И выход на базу Б. Борис, Сурилл будет играть. Откидывает гранату еще и на парочку. Неплохой. Неплохой ворот. Напал Мазеру залетел, но Мазер тут... Думал, будет выходить через верхнюю, но пока что отмена. Смоки может выйти в команде Форс. Попытаться под флешечку. Флешечку тут накинет. Да, полетела флешка. Ну и выход на базу Б от команды Форз. Сурилл под Ойлом тут, да. Забирая Алмазера в игре, с такими в просвете дефолт. Также Ксе проседает. Вот эти вот перестрелки. Трайс нам же вовсе не нужны были. Ну ладно. Томас Крушел уже по фраму оформляют. И в довесок ситуация 5 на 2. Поискрах тоже сейчас, скорее всего, будет просто уничтожен. А Джерри, пытаясь люрковать, просто не успевает никак повлиять на иску раунда. Ну, одного забрал и все, убежал. Шкодник такой, а? Проказник, проказник. Так, ну это уже 9-8. Постепенно, постепенно команда Endpoint набирает раунды и сокращает отставание до минимума с своим соперником. Но это вторая установленная бомба к ряду. Главное здесь фарзам не увлечь, как на втором дасте увлеклись командой Endpoint с постоянными закупами. Иначе это может довести все до реально фатального какого-то последствия на карте. И в финал выйдет тогда не фарзам Endpoint. Вот, ну они это прекрасно понимают. Кто бы ни вышел, Alternate сегодня в какой-то очень чудовищной форме, особенно Merbit. Это, я не знаю, убивца какой-то. Да не, Alternate в принципе в последнее время максимально крутые ребята. Да и в 1.6 хороши были. 10 лет назад. Ну, сомневаюсь, что кто-то из этих молодых людей в 1.6 играл. Ну, может быть, играли какое-то время. Не думаю, там молодые ребята. Ладно. Ой, спасибо, спасибо, вы услышали. Я снял гарнитуру, даже отвел ее подальше. Вы услышали, все равно. Ну ладно, дай чехнул. Ну, сорян. Ладно. Раскидка базы B от команды Forza. Попытка поставить бомбу. Ну и здесь такие пистолеты, причем, что не только бомбу-то хочется поставить, но еще и раунд выиграет. Но пока что Сырил штрафует Алмазера за наглость. Молик за дефолт полетел. Минус от Крушела. Крушел с этим с Фомасом играет лучше, чем с ВП. Ну и в итоге 2 в 5. 2 в 4. Крикси пауэр отметился фрагом. И снова Джерри. 1. А, в этот раз не смог. Не смог. Я тебе говорю, Фомас это лучшее оружие. За Фомасом будущее, представляешь? Это как бульдог в Веларенте лучшее оружие, так и здесь Фомас лучшее оружие. Здоровье, брат. Спасибо, брат. Спасибо, братья. Что с нами? Ну это 9-9. 18 раундов позади. И вот теперь начинается все самое-самое интересное, самая жесть начнется прямо сейчас. Ну, команда Endpoint. Снайперская иментовка для Крушела, Фомас, для Сурилла. И приятный момент для команды Endpoint, что даже в случае проигранного раунда у них останутся деньги на закуп. То есть 2 подряд бая будет в команде Endpoint. Так что здесь чувствует, я думаю, себя максимально раскованно. А вот Фарзам здесь ошибаться нельзя. Ну посмотрим, что будет за раунд, в принципе, по реализации. Остается пока Кси Пауэр контролить выход на зелене. А он еще и раскидку дает нам между. Полетели, полетели смачки. Быстрый выход на базу. От Майти Макс Перминус. Салмазер также погибает. И пока только защита отметилась результативными действиями. Ну и Крушел живет. Майти Макс Перминус живет. Минус от Майти еще по фейскреку. И пока все. И пока все. 2 в 5. Что-то быстрый раунд не удастся у команды Форзова. Такие раунды должны были играть Endpoint, но они их почему-то не играли. Ну, а поводу быстрых раундов и в целом ситуации, которая у нас была в первой половине. История повторяется уже дважды, по-моему. Когда у ребят именно начало и рельгейм не стартуют вообще ни в какую. Причем я бы не сказал, что Форзы что-то реально крутое делали. У них просто залетало. И мы-то с тобой отмечали до этого. Что да, действительно, порой Форзам очень неплохо везло. Но на трение, на одном везении, да, наверное, выиграть-то и не получится. Сейчас при сетапе 5 на 2, мне кажется, что Ксей и Джерри даже не пытаются найти какой-то минус. Они просто стоят и ждут ошибок от соперника. Ну, а сами сейвят девайсы и при этом общаются. То есть сейчас очень важно Форзам найти вот тот самый подход к атаке, когда получится справляться с обороной. Да, понятное дело, что от начала второй половины всего три раунда прошло. Это будет четвертый. Четыре подряд заберут геймпоинт. И все еще только впереди. Но по раскладу, конечно, ситуация крайне непростая. И вот за атаку могут Форзы и заглохнуть. Но опять же, всякое бывает. Что по времени выиграют у нас геймпоинты. Здесь идея счет становится, Форзам снова нужно придумывать какой-то закуп. И, в общем-то, они к этому и идут. А тем временем коэффициенты от наших друзей при матче 1.25 на команду энпоинт, 3.75 на Форзов, соответственно. Допозители третьей карты этой и БО-3 в целом. Ну и также не забывайте кликать по баннеру по трансляции и получать бонусы к депозиту от наших друзей при матче. Ну что? Двадцатый раунд. Форзы будем ли просыпаться? В случае проигрыша в этом нужно будет делать эко, по всей видимости. Даже несмотря на максимальный лосс-бонус. 150 долларов не докидывают даже до 3-х смеселок. Так, ну здесь пока на верх-низе Робин контролит дроп со стороны своего оппонента и погибает уже Алмазер. Вот это неприятные новости для команды Форзы. Остается очень битым кси-пауэр, но у него снайперская винтовка, поэтому наличие КП здесь играет далеко не первостепенную роль. Ну посмотрим. Пока здесь ни одного раунда со стороны Форз в атаке мы не видим, а уже пятый раунд идет прямо сейчас. Ой, Джерри здесь ошибся. Не ожидал бы пора увидеть Робина. Минус Атомаса по флиту. Ну и кси-пауэр со снайперской винтовкой здесь дает задний ход. Но его настигает Майти Макс. И Фейс Крэк последний. Да, жестко, жестко. Мне кажется, если у Форзов и осталась пауза, то ее нужно вот-вот уже брать. Потому что постепенная игра уходит из-под рук. Да, дело даже не в лаузе. Просто у них вообще не удается атаку реализовывать по простым каким-то вещам. Удачи-удачи, стрельба-стрельбой, но когда вас банально не выпускают, это жестко. Ну Б, кстати, вообще практически не пробует Форзы. То есть там был раунд с пистолетами, когда они поставили бомбу и дали там один минус, по-моему. Ну и все. А оружейка с полноценным раскидом еще не было. Возможно, следующий оружейный раунд будет сыгран под таким углом. Но Фейс Крэк, смотри, как классно промутился, да, в плент А. И поставит бомбу, как минимум, что дает небольшой бонус команде Форзам. И самые деньги, которые и нужны были Форзам, чтобы закупиться. Да, ну ладно, здесь 11-9. Эндпоинт. Как же круто собрались, парни. Они забрали уже 7 раундов подряд. Проиграли 9-4, а уже 11-9. Вот это молодцы. Вот это воля. Вот о чем я и говорил, да, чем симпатична команда Эндпоинт. Это то, что у парней какая-то вот катастрофическая, да, вот воля к победе. Да, второй даст они, конечно, подзалили очень сильно. Многое, что не получалось. И, откровенно говоря, Форзы были крутыми. Ну и Форзы и на первой половине были крутыми, а на второй, к сожалению, пока про них сказать так язык не поворачивается. Но, возможно, после вот этой паузы, да, 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 вот именно эту паузу я и хотел увидеть команда Форз, потому что явно команде нужно перевести дух, нужно понять концепцию раунда на следующий раунд, да, потому что в этом... А, хотя нет, на этот раунд здесь бабки будут, все нормально. Концепцию на раунд нужно обсудить. Что делать? То есть на месте тренера команды Форз, я бы... Вот что я бы, допустим, да, сейчас сделал в этой ситуации? Пусть это никому не интересно, но со своей колокольни я вижу раунд так, чтобы, допустим, какой-то фейк сделать, допустим, под B, оставить сплитующего на зелень и сделать тот самый раунд сплит на B через зелень. Сделать дабл фейк с раскидом на B, потом оставить там две флешки для два смака под A, раскинуть зелень плюс коннектор и уйти снова под B. То есть с этим сплитом. Но перед этим, конечно, нужен энтри. Без энтри такой раунд не получится. Ой-ой-ой-ой. Так, что по раскладу? Робин направляется в повдок. У него здесь в упоре есть, опять же, возможность зацепиться с террористом. А вот флита в очередной раз отрезают в сотки и не отпускают. В принципе, по фрагам импоинты продолжают, радуют своими опенами. Ведь все там у конца и края все нет и нет. Так, ну здесь Ксипауэр в упоре не видит, пока его Томас пытался здесь забрать оружие для себя игрок команды Порза. А вот на зелени есть контакт и в плюс выходит алмазер с этого контакта. Но, опять же, вот Ксипауэр все-таки в калаш забрал. Томас в упоре не ошибиться бы ему здесь. Но посмотрим. Посмотрим. 4 в 4. Кстати, зелень вообще никто не контролил. Только-только сейчас седьмой номер переходит на контроль этой позиции. Ну и Крушел так смотрит со старого планта на проход эту позицию. Ну и пока здесь Крушел близок к тому, чтобы закрыть игрока команда Форз. Но все-таки резко меняет позицию. Вот они, флешки на Б, которые стягивают вообще там трех опорников сразу в своих позициях. И это был идеальный тайминг для команды Форз. Но им не воспользовался алмазер. Томас пока что богоподобен в этом раунде. Два минуса уже от него. Отыгрывает на 100%. В этом раунде даже на 200. Но на плент-то запускает эндпоинт. Но там за шестым игрок защиты. Об этом забывать не стоит. Ну и что, Ксип? Ой, боже. Да, да, да. Сорвалось. И вот этот проход сейчас бомбой тоже досаден. Ну и Джерри. Томас в итоге 4 минуса в этом раунде. Да, великолепная работа от него. 12-9. Эндпоинт очень сильно нацелен на гранд-финал, между прочим. Такими темпами реально Форзов на третий раз катает. 8 раундов подряд уже берет команда эндпоинт. Пауз, по-моему, больше не осталось, да, у Форзов? Ну, где-то 1. Или максимум 1, да, где-то изволялось. 1, 2 очень маловероятно. Так, ну что? Пистолет. Пистолеты плюс гранаты. Ну, как часто показывает практика, и такие раунды тоже забираются, да. Когда не идет с девайсами, ты просто берешь пистолет и летишь на ноги и давишь своего оппонента. Ну и здесь Mighty Max говорит, пацаны, там что-то слишком много играет на зелени. А они с Томасом... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Томас. Отлетает с гранат. Там, конечно, 3 гранаты выбросили. Очень бодрый команда Форзе. Причем все 3 прилетели под правую сторону, но это действительно заготовка была. Ну, посмотрим, как дальше. Разовьет успех. Полетели, 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 полетели. Про Махат Майти Макса. Давид, диагонали будут или нет. Команда просто пока непонятна. Не попадает дважды уже в этом раунде. Игрок команды боятся снайперской ментовки. Попадает все-таки по одному, но не дает летальный дэмэш. А вот теперь дает, дает, дает. Нет, не дает. Нормально. Нормально. Один в три Сурилу остается против флита Джерри Икси Пауэра. И это все выглядит так, как будто я накаркал. Ну, мол, типа с пистолетами возьмут лучше, чем с оружейкой. Вот это жесть. Вот это жесть. Но подождите, Сурилу еще жив. Ну, если грамотно встанут, на самом деле у Сурилу шансов мало. Он пытается, опять же, репикнуть поинт, но в остальном... Минус от флита по Сурилу и 12-10 фарзы. Качественно это дело все нагоняют и... Ну, вот два раунда разницы так может и сохраниться. Касательно экономики защиты мы видим, что Мэйти Макс уже 0 баксов, 750 у Сурила. А так-то Робин и Крушел с Томасом должны быть финансовой подушкой. Энпоинтов на ближайшее время. У атаки тоже с экономикой все плюс-минус хорошо. Но посмотрим, что из этого получится. Хороший бой у команды Форзы прямо сейчас. Ну и пока мы видим два игрока идут под бэдом. Все пауэр. Попытка первого контакта. Вы увидел, увидел. Сурилу здесь верхний открывается. Крушел и не ошибается. Вот в предыдущем раунде так от него было бы вообще прикольно. Но ошибся он. Так, тут кто-то подгорает в сотке у нас. Это флит. Молик прилетает неудачный. Так, ну что, 4 в 5. Как нивелировать это отставание? Пока непонятно. Гранат. В принципе, хватит с раскидкой. Это два смока. Это три молика. Это три флешки. И осколочная граната. Ну вот теперь Аткси Пауэр. Попытка найти фраг на зелени. Но зелень, опять же, вообще сейчас отпускается от команды Endpoint. И это регулярная практика от них. Но фарзы. Фарзы медленно, но верно. Будут выходить, кажется, с плитом на базуа. Кси Пауэр нужно проверить, будет диагональ. Но там Майти Макс его ждет. У Майти такой приятный угол, что просто жесть. Но, опять же, учитывая то, что далеко не самый профильный девайс, то может быть и допущена ошибка. Да не, попадет. Должен попадать. Флешка шикарная. Ну вот теперь просто пространство выигрывает себе Кси Пауэр таким. Мум. И три сотка выходит. Хороший смог на Олафе. Погибает Омас. Ситуация 4 в 4. Еще одна флешка выходит. Игрок в зелени проходит на между. Майти Макс не ошибается снайперской метовкой. Там еще два игрока в сотке. Ему надо закрывать. Закрывает его Алмазер. Три в три. Но игрок на дефолте имеется. Игрок Попдог. Это Робин. Робин погибает. Это три в два для команды Форза. 22 секунды есть на реализацию этого раунда. Сурила Крушел. Закрывает игрока подникным Алмазер. На электрике Флит. Закрывает Сурила. Крушел один в один против Литовского. Флит против АВП. 10 секунд. Ставит бомбу. Отстреливается Крушел. И бомба установлена. Ну и теперь момент Х для Флита или Крушела пока непонятно. Мансует налево-направо. Крушела пока не видит своего оппонента. Очень вынужден. Так что очень нервно и вынужден так нервно вести себя Крушел. Потому что нет понимания. То есть слева или справа его оппонент. И Флит просто испытывает его нервы. И фазум не удался у Крушела. А Флит по-прежнему за плентом живет. Хилится. Флит. С Tech-9. Попытка переиграть. Потому что патроны ВК 47-го сутки по всему кончились. Это Флит. 11-12. Вот это жестко. Вот это сильно. Ну вот видишь. Не залетает. Не залетает у Крушела все так же. Это... Не должно быть такого у снайпера. Короче, мейн снайпера команды. В такие моменты только попадать не иначе. Но... Найстрай БТВ. 12-11. Форзы все так же. Держатся на плаву. И нас с вами возможно... Ну уже. Почему возможно? Уже ожидает ТБ. Как минимум. Ксе. Смотрит за 33. Фейс как вроде как так же. Около лестницы здесь. И... Робин контролит повдок. Там на зелени возможен контакт у Мэйти Макса. И... Вероятно... Ксе с авиком тут хочет быть опенером. Ну раунд за два, кстати, для команды Форзы. Забирают этот, там и 13-й на горизонте будет маячить. Раскидка базы Б. Ну вот, кстати, один из немногих раундов, который готовит команда Форза под базу Б. Полетели сразу же молики в ответ. Ну вытягивает гранат со стороны дефенса Форзы. Правильно все делают. Там, правда, Фейскрек уже сверхний готов выходить. По нему информации пока нет, потому что лежит смог, который сейвит его позицию пока что. А в это время Джерри выходит на Олафа. Здесь в упоре Майти Макс. Майти Макс встречается с Джерри в рандеву. Ну и пока что Майти Макс и выйдет в позицию, потому что прилетает молотов. На позицию от Кси Павра есть минус по Крушелу. Отличное начало для Форзов. 5 в 4. Ой, как много звуков создают Форзы сейчас здесь. И... Робин! А почему... Они его не видели? Судя по всему, нет. Там Майти Макс еще находит минус по Джерри. Это уже ситуация 2 в 3. 2 в 2. Алмазер разменялся неплохо. На коннекторе Сурил. СВП закрывает своего оппонента. 25 секунд. Ну, бомба, кстати, на руках у Алмазера. Поэтому, может быть, и попытается выйти на плен. Но там уже за Олафом. За Олафом Майти Макс. И, возможно, в спину попытается зайти Алмазера сейчас через коннектор как-то. Там Сурил его вообще не ждет. Такой тайминг шикарный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой же шикарный тайминг. Алмаз не дать... Он услышал. Он услышал скоуп. Но времени очень мало. Времени очень мало. Майти Макс не видит угол. И здесь уходит, уходит, не уходит. Тринадцатый для команды Эндпоинт. Тринадцать-одиннадцать. Но деньги будут у Форзов на закуп в следующем раунде. А вот это вопросик. Вот это вопросик серьезный. На самом деле так и продолжается. Тут вот два раунда разрыва история. Форзы все еще не могут найти возможности сделать большой винстрик подряд. Ну и вот она. Возможно, последняя пауза команды Форз. Потому что что-то слишком много было этих моментов. Ну а тем временем коэффициенты от наших друзей париматч. 6.25 на команду Форз. И 1.1 на Эндпоинт, соответственно. Победитель этой бест-три серии и третий карта, соответственно. Все-таки вот эта пауза еще оставалась. Команда Форз не досчиталась ее чуток. Ну мы с тобой говорили, либо одна, либо все. То есть как раз она и всплыла. Но причем она оказалась в нужном время в нужном месте. И все так же скользкая ситуация для команды Эндпоинт. И максимально важный раунд для команды Форз. 4 калаша. Плюс снайперская винтовка. Посмотрим. Посмотрим, что из этого получится. 2 ВП в защите. Крушел Майти Макс. Тоже интересное решение. Но посмотрим, что из этого так же получится в этом раунде. 2 игрока под зелень идут. Майти Макс дает угла. О-о-о! Вот это неприятно. Углонул, углонул. Ну и что, минус открушил еще и Паксия. Подождите, что? Да. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. О-е. Пламя догорает. Ну и вы дальше знаете. Громушки-то и в порядке. Совершенно верно. Просто олдскулу свело. Ну и пока 3-5. Под флита прилетает неприятный хаешкам. Он наносит 40 урона. Ну и снова энтри нет от фарзов. Снова энтри нет. Ну как-то вот минутка в распоряжении. Возможно, опять же, флит сделает все на своем собственном исполнении. И проходит он под шестерку за смоук. И у него тут, вероятно, удастся выйти. Какие тайминги, флит! Забирает Робина и Томаса. Стоять боятся, говорит. 5-3. Да я вас как орешки щелк. Флит, флит, аэрофлит. Ну и здесь флит, флит. О-о-о! Да, ликвидирован. О-о-о! Еще и Майти промазал. Ну как же так? Команды эндпоинт. Вот это вы, конечно, зафакапили себе целиком и полностью этот раунд. Фарзы берут 3-5. Ну как же так? Ну как же так? И по деньгам-то там все не так хорошо, как могло бы быть. Флит опять божит. Флит сегодня какой-то невероятный. По-моему, он всегда невероятный, нет? Ну, не, не, не всегда, нет. Ну, я же говорил, что он нестабильный, но блин, он хорош, но он нестабильный. Вот если бы стабильный еще был флит, это точно, наверное, бы вышел твить. Что-нибудь в троечке был бы, наверное. Аркада Арканалки по разминам Сурил вышел в плюс для защиты. Форсенпоинт выглядит, конечно, довольно своеобразным, но после двух фрагов полдб, ладно. Пускай будет так. И вы знаешь, я далеко не впервые вижу тот самый момент, когда флит творит чудовищные вещи, да, форзы стараются изо всех сил, но, как правило, они такие карты проигрывают. И как бы здесь не было повтора инферна. Да, крутые хайлайты, да, крутые фраги, но выигрывать кто будет? Так, спойлерасты в чате, ну, заканчивайте. Потом прибегаете, просите угробу, фрозбань, пожалуйста, пожалуйста, угробу. У меня вся личка разрывается после каждого эфира, невозможно уже. Так, ну подожди, здесь 1 в 2 для Кси Пауэр слышал игрока за дефолтом и увидел тем более. Ну, по второму инфы нет, а там второй тоже с плента приходит. Ну, это да, отдача деглам, конечно, жесткая. Очень жаль, очень жаль. 14-12, эндпоинты берут максимально волевой раунд, и это жесть. Ну, а теперь экономика у атаки немножко. Ну, закуп в ноль, закуп в ноль, не хотят 15 отдавать. Они не хотят отдавать 15, но в случае проигрыша этого бая, они отойдут 16, как тебе такое? Нормально, нормально. Перспективно? Перспективно. Ну, да ладно. У защиты бая тоже далеко не самый такой плотненький, но в принципе. Реализуемо, реализуемо. Что касательно атаки, ну, вот тут пока крутится-вертится, товарищи пытаются создать обстановку, но в целом по карте, если говорить, да. Ну, я что-то не вижу опции у команды Force сделать хороший быстрый, да, раунд. Они пытались уже делать пуда, но этого всего не было. А вот сейчас на вторичных таймингах сухой, ну, не сплит, даже банальный вот этот выпад через сотку и как бы одну вот зелени. Это не то, что нужно фарзам, правильно? А ведь они только что уже потратили одну раскидку. У них из раскидки остается только четыре флешки, и я, конечно, не эксперт, но четыре флешки это не смака. Так, ну что, полетел. Полетел флешбэнк и бэнк-бэнк от Томаса. Ну, жестко. Там еще очень битый флит, оказывается. Да, он погибает. Три в пять. Выходит с диагонали. Алмаз тоже погибает. Размен только сейчас от Джерри. Имеется один АК-47 и только Дигл. Ксипауэр проходит. За шестым Майти Макс. И Майти Макс погибает. Так, это возможность для команды Force. Все-таки хоть как-то на ситуацию в этом раунде повлияет. Но вот девайс бы еще для Джерри было бы неплохо. Ну, потому что контроль от Ксипауэра. Сейчас, кстати, Ксипауэр могли бы и в мистайминг пропустить теперь за плент. Реально, ведь игрок за старый плент ушел. И Крушела, по-моему, заметил. Опа! Опа! Есть попадание по Кси. И игрок со старого плента ставит все-таки точку по Ксипауэру. И Робин ставит точку в раунде. В принципе. Ну, и Калаш себе забирает игрок. Защита. 15-12. 13-3 матч-поинта за эндпоинт. Вот так вот. Вот такими вот движениями. Ребята, в общем-то, приводят себя к победе. Но тут, знаете ли, в чем дело. Фарзы, в принципе, даже вот с подобными девайсами, в принципе, 15-12 могут взяться за любой практический раунд. Тут лишь вопрос времени и вопрос реализации. На какой плент они захотят? Они в последнее время ходят только под А. И вот сейчас, в общем-то, решились под Б. Хотя, опять же, это не на полном девайсах. Я об этом говорил, что почему-то Фарзы на полных девайсах избегают бы базы. Чего делать нельзя. Ну, ладно. Крушел все так же мажет стабильно. Все пытаются его за это дело на спине. Здесь наберская дуэль пока что, которую проигрывают. К сожалению, ксепауэры, дорогие друзья, 3 в 5. Остается тег МАК-10 и Диггл у команды Форзы. И близок, близок. Момент победы для команды Endpoint. Ну, или же момент поражения для Форзов. Кому как угоднее. Здесь, честно говоря, уже тяжеловато будет как-то рассчитывать. Но вполне вероятно, Диггл найдет какую-то там шальную голову и 3 в 4. И уже как-то как-то полететь все вместе на размен одной позиции. Получиться может. Алмаз идет пока под зелень. В попытке найти свой минус. Там контролит эту точку Mighty Max. Ну, и здесь Mighty Max увидел его. Увидел. Просто занят позицию дымом. Ну, и Алмазу теперь самому не совсем с руки этот дым кидает. Но он его тратит в любом случае. Он пойдет до Талова здесь. Он пойдет здесь до Талова. В это время два игрока Форза идут под нижнюю рампу B. Tech 9 плюс МАК-10. Ну, и там девятый номер. Это Крушел. СВП контролит выход на верхнюю B. Теперь он контролит коннектор. Потому что его тиммейт говорит, что, братья, я посмотрю сам здесь в упоре. Первый минус от Сурилы призов на базу B. Погибает бомба, дорогие друзья. Это 16-12. Команда Endpoint побеждает. В этом полуфинале и выходит в гранд-финал. Где будет прямо сейчас, минут через 15, я думаю, играть против команды Alternate Attacks. С чем мы их, конечно же, поздравляем. Ну, Форзы, ну что уж тут говорить, сами отдали. Сами отдали. Никто в этом поражении не виноват. Но в любом случае можете написать парням в соцсети какие-то, не знаю, пожелания. Теплые слова поддержки. Потому что в такие моменты как раз-таки болельщики должны, так скажем, оказывать поддержку в своей команде. Не только радоваться победам. Хотя побед тоже в последнее время не так много у Форзов, что уж тут лукавить. Дорогие друзья, на этом полуфинал заканчивается. Дальше впереди гранд-финал. Я думаю, начнется он минут через 15, быть может даже 20. Поэтому далеко особо не расходитесь. Совсем скоро гранд-финал этого турнира в рамках второй недели. Мальта Вайпс. Далеко не расходитесь. Скоро вернемся.